здравствуйте вы смотрите m2tv.ru самое полезное онлайн телевидение недвижимости в эфире консультация юриста и в студии с вами я ольга москвина и мой соведущий борис малютин а тема нашей сегодняшней передачи совместно ли нажитое в каких случаях недвижимость после развода можно не делить ответ на этот вопрос конечно знает наш сегодняшний гость в студии знакомьтесь это елена антонова исполнительный директор центра недвижимости и права твой город здравствуйте елена антонова исполнительный директор агентства недвижимости твой город практикующий юрист по сделкам с недвижимостью окончила московскую юридическую академию юрист по образованию имеет опыт работы в банковской деятельности и адвокатуре недвижимости с 2003 года елена давайте для начала определим в каких случаях недвижимость в принципе не подлежит разделу между бывшими супругами вот совсем не в суде никак это имущество которое получено по наследству имущество которое получено по дарению имущество которое получено в порядке про приватизации то есть все вот этих три пункта они не не подлежат раздел это лично имущество граждане вне зависимости от того не брака во время брака вне зависимости до брака все что приобретено тоже не подлежит деление и совместно нажитом это не нажито елен вот сейчас у нас в стране набирает постепенно обороты практика заключения брачных договоров наверное не очень еще до распространено но уже есть на сегодняшний день это распространено уже достаточно как бы сильно потому что раньше это касалось только состоятельных людей на сегодняшний день к брачным договором прибегают совершенно разные люди разных слоев населения потому что это действительно достаточно удобный механизм имущество и регулирование какого-то имущества супругов а насколько вообще большим весом обладает вот этот документ он наверное обладает таким же весом как и любой договор брачный договор обладать всеми теми характеристиками которым обладать любой договор то есть это наш с вами договор а на котором мы договорились что режим пользования нашего имущества будет вот таким как мы с вами договорились а не по законам каким образом то есть получается что но он этот договор обладает теми же так сказать он страдает теми же ошибками и теми же моментами оспорения в суде как и любой другой договор то есть если этот договор например заключен на заведомо невыгодных условиях для одной стороны он может быть оспорим суде то есть грубо говоря если супруги заключили брак подписали брачный договор о том что одна из сторон вообще ни на что в случае развода не претендует то такой договор скорее всего можно до спорить нет тут не совсем так тут если супруги заключили такой договор это наше волеизъявление с вами да то есть мы имеем на это право но часто бывает так что супруг но супруги преступление брак заключает договор что все что нажито является собственностью каждого и один из и купленные на деньги одного из супругов это его личная собственность что получается в жизни что один супруг работает другой не работает но при этом другой супруг обеспечивает жизнедеятельность этой семьи то есть он воспитывает детей совместных до каким-то образом там обеспечивает определенные обязанности выполняет и потом наступает момент например что мы расходимся и у одного супруга все а у другого ничего потому что купленным было на деньги работающего супруга так вот такой вот момент можно оспорить оспорить в каком ключе что даже при том ну при условии то что мы заключили вот этот договор этот данный договор является для меня кабальным и в общем-то очень ухудшает в случае развода мое положение ухудшают просто до невозможности то есть это нельзя тут нужно понимать что это не просто например мне не досталась одна из тысячи квартир а что человек остается просто без жилья без средств к существованию и так далее но при этом в основном это касается женщины мужчин тоже вот но конечно это касается женщины но она при этом выполняла там в течение 20 лет те спуске обязанности и вообще обеспечила жизнедеятельность этой семьи соответственно суд в части может признать этот договор не действительным и присудить все-таки данной спруге половину или там 1 4 часть жилья или там право по жизненному проживанию а насколько вообще часто принимаются решения в судах вот именно в пользу супруги дело в том что не всегда часто делаются такие брачные договоры потому что я вам сейчас рассказал пример общего брачного договора и когда вот все что нажито все мое вернее не нажито вот все что куплено на мои деньги это все мое на самом деле в природе но в нашей стране встречаются такие более усеченные брачные договоры это такие как вот касаемого определенного имущества да то есть ведь очень часто бывает как продается квартира родителей родители вкладывают эти деньги а мы это приобретаем уже как совместно нажитое несправедливо правда правда и вот соответственно родители иногда иногда но там сами супруги они говорят давай так что все таки вот каждому что вложено а вот тот пример который я привела это как бы человек вот он живет пользуются услугами другого человека но при этом все что он заработал мое так вот так не так не бывает это неправильно это оспоримо и это суде признается то что человек там выполнял определенные обязанности воспитывал общих совместных детей как бы тратились на них какие-то деньги и собственно говоря он что-то заработал это же или а если речь у нас идет все-таки там не о сотнях квартир не о всем нажитом имуществе об одном конкретном объекте недвижимости и этот объект допустим был приобретен в долевую собственность там например чтобы вычет оба супруга получили да и вот они разводятся как вообще делится такая квартира ну по идее конечно правильно говорить о том что вот мы уже поделили на самом деле это такой спор вот юридическом сообществе это но это вообще-то как коллизия потому что на мой взгляд но не только на мой взгляд мы это имущество разделили еще момент брака да то есть по одной второй доли мы разошлись у нас у каждого свое свидетельство и мы в праве делать свои доли все что угодно у тебя есть только преимущественное право выкупа это не относится к браку да вот но существует такое мнение это мнение признаться в судах есть такая судебная практика она есть как вот в этом ключе и в этом ключе на судебная практика очень обширно что вот в наш вот в вашей доли есть моя доля а вот в его доли есть ну то есть понятно доля в доле да то есть вот это вот еще по 1 4 на мой взгляд какая-то полная ерунда но при совершении сделать купли-продажи многими многие в общем-то просят до себя как-то обезопасить или согласие другого супруга на совершение продажи вот этой вот своей доли или же но когда опять-таки же вы должны брать на себя то что никакой супругов не претендают не претендует на данную вот квартиру поэтому здесь сложно сказать долевая а это можно как-то закрепить документально да можно прописать это в договоре и как бы ну вот этот полный договор если сделка не будет признана ничтожный вот тогда этот полный договоре будет работать они будет она признана ничтожной если все было оформлено правильный по закону если надлежащим лицом было подписано и осознающим еще одна частая распространенная ситуация когда люди живут вместе многие годы возможно даже заводят детей но не оформляют свой брак официально а потом какой-то момент кто-то уходит и остается опять же какая-то квартира купленная за время этого совместного проживания вроде бы в браке но не зарегистрированным делят как-то такое имущество это вообще возможно не имеет такой брак никаких юридических последствий никаких правовых последствий никаких не возникает никаких прав никаких обязанностей поэтому на кого была приобретена эта квартира тот и становится собственником и это оспорить невозможно поэтому девушки выходите замуж официально далее выходите замуж официальной или если уж приобретаете такую квартиру ну в вашем гражданском браке то приобретайте его долевую собственную а вот да конечно и тогда просто каждой каждой доли остается елен а если квартира была приобретена в ипотеку и выплачивались средства одним из супругов и оформлена она на него не можно все это доказать что вот с моего счета поступали платежи после развода эта квартира делится или все-таки она закрепляется за тем кто за нее платил и на кого она оформлена тут момент такой сложный здесь выступает еще у нас одним из выгодоприобретателей и вообще заинтересованным лицом это банк и на самом деле банк всегда берет поручителем если вы находитесь в браке то поручителем выступать 2 супругов в любом случае вот то есть один из супругов выплачивать не может ипотечный то тогда все как бы требования переходят на другого супруга на поручителя случае если брак решили расторгнуть ипотека еще не выплачено а средства идут от одного из супругов это опять не имеет такого правого значения почему потому что это совместные деньги неважно а если вы находитесь в браке то кто бы не зарабатывал эти деньги являются совместными поэтому кто платит это не имеет правого значения по поводу раздела ипотечной квартиры суде вам все разделят как бы по 1 2 как положено но банк вам не разрешит эту квартиру поделить потому что в договоре ипотеки прописаны все эти риски все эти пункты в которым указано потому что смотрите какая получается ситуация банк проверяет вашу финансовую состоятельность вот непосредственно заемщика второй супруг может не обладать этими характеристиками у этой финансовой состоятельности поэтому второму супругу я как банк и не выдам эти деньги правильно соответственно я не могу поменять заемщика ну или же бывают случаи когда другой супруг состоятельный он обращается заявлением банк и до ну как бы до судебного разбирательства они полюбовно могут выставить эту квартиру на продажу и продать или деньги могут поменять этого заемщика который говорит другой заемщик говорит что мне это уже не интересно и я готов отдать все эти права другому своему супругу поручитель но он может этого даже не говорить он просто перестает платить и все требования переходят другому супругу потому что он выступает поручителем понятно то есть получать супруги в любом случае в равной степени ответственность да они перестают платить все претензии ко второму да безусловно часто же бывает что люди разводятся на совсем такой плохой волне в отвратительных отношениях не желают друг с другом общаться ни о чем договариваться и например вот имущество как-то поделено кому-то за кем-то но там закреплено в каких-то долях а второй берет и меняет например замок на квартире и что делать ну есть он меняет замок а вы являетесь например с собственником или просто зарегистрированным в этой квартире то вы обращаетесь к участковому и скрываете эту квартиру но как бы посредством понятых и участкового но очень часто сейчас на сегодняшний момент участковые не хотят участвовать в этом милиция вообще не хотя не хотят участвовать в таких разбирательств они говорят что это гражданское судопроизводство идите в суд и сами там разбирайтесь тогда уже выступает силу другой порядок то есть нужно идти в суд и обращаться с иском о вселении в эту квартиру нас одна права что я там на основании документа это очень долгий путь и человек может например нигде не проживать более того при вы не если выносится решение положительное вселение тут нужно еще возбудить исполнительное производство и только потом посредством судебных приставов прийти и вскрыть эту квартиру это безумный долгий путь и это очень сложно но как бы вот такая практика сложилась к сожалению елен а если у разводящихся супругов есть дети после развода они по суду закрепляются за одним из родителей что они живут с этим родителем этот родитель имеет право на большую долю в разделяемом имуществе да имеет право какая именно эта доля законом не закреплено но он имеет право просить большую долю в связи с тем что их совместный ребенок проживает на территории ну как бы вернее вот в спорной вот этой вот квартире даме право и скорее всего ему пойдут навстречу да то есть это его пользу и сюда но я хотела еще заметить что вот когда снимается регистрационного учета бывший супруга бывший член семьи очень часто судьи идут на то чтобы дать ему отсрочку этого выселения то есть они его снимают регистрационного учета то есть решение такое есть но в решении прописано что в течение трех лет даже бывает бывает такое до трех лет по просьбе походатайства вот этой стороны потому что именно и этой стороне нужно как-то свои жилищные условия устроить до чтобы люди не оставались на улице бомжами соответственно ему дают отсрочку для решения своей вот жилищной проблемы это прописывается прямо решение суда это нормальная практика абсолютно нормальная практика да но снимают да и кучу елена то есть получается если недвижимость приобретается именно когда люди состоят в браке то если они хотят на всякий случай закрепить друг за другом какие-то доли либо они прописывают это в брачном контракте да это один путь и второй путь они оформляют долевую собственность жилье и прописывают в документах что не претендуют да на долю супруга ну вот опять же здесь конечно опять чище и лучше для последующей продажи это все-таки оформление мрачного договора потому что по поводу долевой собственности есть вопросы и есть разная практика потому что в каждой доле у нас есть доля супруга вот еще то есть грубо говоря в доле жены есть доля мужа да уже есть доля жены да ведь это все сложно конечно то есть даже при условии того что мы вроде бы как с вами поделили вот это все и в принципе никто ни на что не претендует но понимаете мы же рассчитываем это нормальные добросовестные отношения а вот если отношения не добросовестные ну даже с целью например получения каких-нибудь дополнительных средств за одного из супруга он может обратиться в суд после продажи квартиры сказать что я не давал согласия на продажу моей доли ну или там до вернее моей доли доли моего супруга и у меня нет никакой компенсации денежной понимаете то есть такие правовые рычаги которые может воспользоваться другой супруг поэтому для того чтобы ситуация была правильная тут нужно или получение вернее заключение брачного договора или же решение суда на эти же доли после развода то есть решение суда что никто не претендует то есть мировое соглашение или что угодно что в мировом соглашении стороны договорились что каждому принадлежит та доля которая оформлена документами тогда вопрос не мальчик или вот вы упоминали что брачный договор это такой же договор как любой другой договор связан с приобретением там имущество например да да значит ли это что например при разводе один из супругов недовольный условиями брачного договора вполне может заявить что он находился в состоянии там алкогольного опьянения наркотического не отдавал себя отчет своих действиях вообще там плохо себя чувствовал и да врачный договор не действительно да не совсем так конечно но безусловно любой супругов хотя это действие обязательно нотариальное поэтому состояние алкогольного опьянения и наркотического исключается у нас да в связи с тем что человек должен прийти обязательно к нотариусу опять-таки же принуждение это может быть принуждение если человек докажет что он заключил этот брачный договор посредством принуждения ему угрожали или тогда и так далее конечно здесь вступает в силу стажа 177 стати гражданского кодекса которая на основании которого можно признать что договор не действительно абсолютно такие же правила а как такое докажет он какие-то письма с угрозами не поступает официальных угроз каких-то на поле на предмет доказывания это как бы отдельная тема посредством тех доказательств которые принимаются в суде тут сложно доказать поэтому но опять-таки же состояние например не осознавание да нет не осознавание этой сделки например если человек в течение года также будет признан недееспособным или например у него обнаружится какое-то психическое заболевание и человек просто не осознавал что он делал когда заключал этот договор именно не то что он заключал он не осознает правовые последствия в силу своих каких-то умственных способностей до или психического состояния или состоянии человек в состоянии аффекта вот например у меня была практика такая это были не супруги но все же когда человек похоронил своих детей и вот в этот момент у него как это решался какой-то жилищный вопрос после этого он смог оспорить это в суде потому что человек был состоянии неспособным основе он не психонормальный но он был в таком психологическом подавленном состоянии что он не мог осознавать правовые последствия заключение данной елена если например на день заключения подписания брачного договора получить справку из психоневрологической очень правильное решение очень правильное решение да то есть это будет как какой-то защитой он будет защитой опять кто может у нас признать брачный договор не действительно только в сторону только в сторону то есть супруги соответственно для того чтобы когда он начинает обступать силу и вот человек решил оспорить то он должен уже она предоставит предоставить все эти вот доказательства то есть вот представьте себе мы с вами приобретаем вернее я приобретаю на деньги родителя супругу квартиру и говорю своему супругу что ты не против чтобы мы вот по поводу этого имущества оформили брачный договор он говорит нет не против вот а потом он не придет но я-то знаю что он на учете не состоит понимаете ну вот как я буду вот практика я пойду и предоставил возьму эту справку я же знаю что он на учете не стоит что я живу не сумасшедшим человеком что у меня как бы все нормально тут такой нюанс мы же не у чужих людей вот в любых других договорах купли-продаж купли-продажи там но любая другая сделка мы подстраховываемся только потому что мы не знаем другого человека и это нормально это нормально а здесь мы супруги и идем заключать эту сделку ну как бы вернее этот договор ну елена если мы уже идем заключать этот договор значит мы в принципе допускаем возможность того что нам понадобится документальное какое-то подтверждение наших прав что мы что есть возможность того что мы по-хорошему момент уже не сможем договориться например и я вас зовут потому что это может быть по настоянию родителей вот как лена привела пример что покупаются на деньги родители а сами знаете теща своей крови это такая отдельная история они могут отказать знаешь как бы тебе я готов отдать а вот ей нет вот не нравится нам поэтому пожалуйста вот на это имущество заключить договор и все это уже твоя проблема что должен у супруги сказать слушать сходи в психушку подтвердить что ты нормальная да тут еще речь идет о том а знаете о нашей правовой наверное грамотности понимаете вот за рубежом например тоже совершенно нормальное дело да то есть люди расписываются идут сразу выключать брачный договор у нас включается наш менталитет также как и завещанием то же самое абсолютно на заключается наше менталитет что мы уже друг друга подозреваем уже друг другу не доверяем на самом деле совсем не так мы просто оформляем документы и просто регулируем другими совершенно режимом наше совместное имущество и никто не в обиде друг друг на друга абсолютно я надеюсь что после этого видео многие супруги будут показывать цитировать вашу фразу показать вот смотри специалист сказал что это не является причиной для обиды нормально а если это бизнес а если приобретается например квартиры на физических лиц не принадлежащие этим супругом вообще никак тогда как быть понимаете то есть тут а между например на родственников нет я имею ввиду например не только квартира вообще вот например я как физическое лицо являюсь учредителем какой-либо организации у меня есть супруг эта организация там их несколько учредитель решили приобрести не на компанию она физические лица какое-либо имущество которое принадлежит ну в общем то организации да то есть нам троим например офис да то есть мы приобретаем там с улей например мы приобретаем совместную собственность по одной второй офис а у нас есть супруги которые спокойно могут претендовать на это и будут претендовать поверьте поэтому в этом случае я обязательно должна заключать брачный договор интересный случай и таких случаев очень много обстоятельств которые не зависят от вашего личного отношения к супругу или там что вы уже стали подозревать или намереваетесь разводиться вы можете никогда не разместись но при этом все будут спокойны это будет юридический грамот или ну когда заключается брак люди как правило еще не в курсе что там ждет их в будущем будут ли у них совместные с кем-то бизнес и покупки офисов там и так далее брачный договор заключенные на момент такого брака что в нем надо написать тогда ну тут сложный момент это я готова начала нашего разговора когда я говорила что к брачный договор общей формы где прописано что все нажитое принадлежит каждому супругов который ну как бы нажитое каждому супругам закрепляется за каждого супруга то есть или оформление например то есть все что оформлено на каждого супруга а при разводе является его личной собственностью то есть мы с вами так договорились что если это на мои деньги то нами оформляется если на твои то на тебя если мы совместно туда вложились там и удалевой итак закрепляют и после развода так и делятся а можно за включить брачный контракт не при вступлении в брак а перед принятием, например, такого решения о покупке, что вот я сейчас куплю этот офис с партнером по бизнесу, давай-ка мы с тобой, дорогой, напишем контракт, по которому этот офис остается за мной. Подождите, а вы еще не в браке? Уже в браке, но еще не подписывали никаких контрактов. То есть это брачный договор по конкретной сделке? По конкретной сделке, ну конечно, конечно. То есть в любой момент брака можно? В любой момент, абсолютно в любой момент. Мы вскользь это упомянули, но на самом деле многим может быть не очевидно, что брачный договор это не брачный договор, это не брачный договор заключенный в день свадьбы. Что это может быть некий договор, связанный с имуществом, касающийся как раз... В любой период бывают все брачные, как наши договоры. А может быть несколько этих договоров. Да. И все эти договора имеют одинаковую юридическую силу, неважно, что один был раньше, другой позже, ничто не аннулируется там подальше. Да, да, безусловно. И при этом там могут, например, в разных договорах указаны разные доли. То есть здесь мы 100%, здесь мы 20%. Да и как угодно, как договоритесь. Как угодно. Я говорю, просто тут действуют определенные правила. Нельзя одного, одну сторону договора, чтобы у него вообще не было никаких прав и обязанностей, ну то есть нельзя ухудшать очень сильно условия одной сторон. Вот и все. Во всех остальных случаях вы вольны и вправе распоряжаться, как вы хотите. А если был заключен брачный договор, а через какое-то время люди поняли, что что-то им не нравятся эти условия, они хотят... Расторгнуть могут. К нотариусу идти. К нотариусу, да. К тому же самому. Да, к тому же самому нотариусу. И могут изменить, расторгнуть, прекратить. А когда он расторгается или прекращается? Получается какой-то документ о как и расторжении брака? Или ставится штамп какой-то аннулирован? Нет, понимаете, вот смотрите как. Тут вот в чем дело. Если правовые последствия по этому брачному договору уже наступили, то есть приобретенная квартира на имя одного из супругов была этим супругом уже продана, то этот договор нельзя аннулировать. Если правовые последствия еще не наступили, то вы приходите, в какой форме, честно, не знаю, нотариальная форма, как это выглядит, ни разу не видела, как расторгались брачные договоры. Но я так думаю, что или, ну, наверное, это ставится, что он аннулирован в реестре права. Ну, в зависимости, это легко все проверяется, никаких проблем? Да, да, да. Нет, понимаете, легко проверяется наличие брачного договора, да? А его отсутствие, ну, просто если его не предоставляют, значит, наступает режим общего пользования. Понимаете, брачный договор в случае, если мы уже о недвижимости все-таки говорим, да, в случае купли-продажи нам нужен только для того, чтобы определить режим. То есть мы берем или этот брачный договор, или согласие супруги. То есть если нам супруга, да, ну, одного из, если нам этот брачный договор не предоставляют, то мы автоматически считаем, что тогда действует общий режим использования имущества брачного. А можно потом внезапно прийти с этим договором? Вот он не был предъявлен, а потом вот вспомнили про него, у нас же был договор. Да приходите хоть 150 раз, у нас есть уже согласие вашего супруга. А, то есть все уже, да? Конечно, конечно. Только вам вы не предоставите, понимаете тут, в чем дело? Если у вас есть брачный договор, то ваш супруг другой просто не пойдет к нотариусу, он скажет, что у меня есть брачный договор, зачем я еще должен идти к другому, к нотариусу писать согласие, что я согласен на продажу этой квартиры. Поэтому, ну, как бы тут нет смысла его скрывать, или там предоставлять, или не предоставлять. А если в брачном договоре было прописано, что какой-то объект закрепляется пополам за обоими супругами, в ходе брака этот объект, там, квартира продается, и деньги лежат на счету одного из супругов, а через некоторое время они разводятся. Деньги остались на счету одного из них, их надо делить? Их можно поделить? Конечно, можно поделить. Ну, во-первых, при продаже покупатель берет с двух сторон расписки о том, что деньги получены. А уж как там ими распорядились супруги, если один из супругов, несмотря на то, что деньги лежали на счету одного из супругов, написал расписку о том, что он эти деньги получил, скорее всего, он не сможет их получить в натуре. Подводя итог нашей сегодняшней передачи, надо, наверное, порекомендовать нашим зрителям не бояться заключать брачный контракт, не стесняться относиться к этому как к документу, который просто регулирует их отношения имущественные, и не думать о разводе в этот момент. Уважаемые зрители, напоминаю, что вы смотрели комментарии юриста. С вами в студии сегодня была я, Ольга Москвина, мой бессменный соведущий Борис Малютин, и наш гость в студии, гость сегодня, это Елена Антонова, исполнительный директор Центра недвижимости и права «Твой город». Спасибо вам, Елена, что приехали к нам сегодня. Спасибо вам. И напоминаю нашим зрителям, что, как обычно, мы ждем ваших вопросов по данной теме, а сегодня мы разговаривали о совместно или несовместно, нажитом за время брака имуществе, и о том, как поделить его после развода. Ждем ваших комментариев, вопросов, обязательно на все, как обычно, ответим. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.